Друзья, товарищи, вы уже приблизительно знаете, где мы находимся, кто мы такие, откуда появились. Прощаемся с точкой, потому что, если знаете, куда приехали, но вы мне сказали в предыдущей серии нашей беззаботной жизни. Приехали отдыхать на трехдневный отдых в Palm Springs. Ах, как приятно и жарко здесь. Уже хорошенько расположились, сейчас оказывается все голодные. Пойдем что-нибудь купим, наверное, что-то готовое. Маленький шаппинг сделаем и уже вернемся, покормим, посмотрим, что будем делать дальше. И тому подобное. Эта жара на мои мозги немножко подействовала. Поздно, поздно зажигание у меня. Эти звуки странные, дочка говорит, от комаров защищают. Значит, нам тоже нужны такие мощные, звучные что-то. На следующий год и для белки что-то такое хочу купить. Ну, думаю, тот факт, что у нас еще и котики есть. По-моему, не знаю, будет ли возможно этим спастись от этого хищника. Но сейчас не об этом. Включай кондишнер. Здесь обычно, если у нас жарко, здесь очень-очень жарко. Так что, держитесь сильные. Едем в магазин, где холодно, приятно. И ныне узнаем вас. Радуйтесь на холод. В Palm Springs все радуются на холодный, прозрачный, хороший воздух. Идем в магазин. 7 минут. Кстати, на расстоянии 7 минут большая плаза, где все есть. А этот магазин открыт 24 часа в сутки. Такой уже, по-моему, не везде есть. В наш раз был такой, но, по-моему, перестал. Часть сейчас закрывается. Очень мало магазинов остались. 24 часа были открыты, вы ищущиеся. Окей, пойдем посмотрим, что в этом магазине. Сказали, все есть. Что хотите? Детей постоянно учим. Открывайте двери осторожно, осторожно. У меня дверь с рук упала. Но притворимся туристами. Я не знаю, можно в этом магазине снимать, нельзя. Есть магазины, которые не позволяют. Тогда у нас уже шпионский вариант телефоном снимаем. Но мы не знакомы, мы туристы. Мы совершенно иногда так и думаем. Ну, откуда мы приехали? Скажем, поблизости куда-то поехали с микрофоном. И я такая странным взглядом, изумленным взглядом куда-сюда смотрю. Притворяюсь, как будто... О, как прекрасно в этом... в этой стране. И думают, туристы пусть снимают. Ничего не понимают даже на английском. Ну, на русском общаемся или на армянском. Какие новые тележки уделяются, как туристы. Здесь все действительно похоже на Хосфу. Большой магазин. Ох, чипсы. Самый вкусный соус для чипсов. Егина, вы что, мимо пройдете такой вкусности? Конечно, нет. Окей, извиняюсь. Думайте обо мне, что хотите. Пишите плохие комментарии. Чипсы, лейс, это жизнь. Купили лейс. И, кстати, вот смотрите, они все надумали. Ваш мозг, они настроили. Если вы это любите, это только с этим вкусно. Сладкая парочка. Яблочный соус. Яблочный соус. Яблочный соус. Яблочный соус. Без синемона. Не сладкий возьмем. Немножко пожалуется, наверное. И так различает. Ну, Егина, вы тоже различаете сладкий. Но яблоки иногда натурально сладкие бывают. Не так уж заметно, что сахар не добавили. О, столько всего хорошего. Столько детской еды здесь. Интересно, какой вкус. Сморс сериал. Не пробовали дети. Жизни. Ещё молоко нужно взять. Какое молоко? С кожиаром. Алмонд. Кокосовая вода. Organic coconut water. Интересно, какой. И цена хорошая. То есть неплохая. Три доллара. Бывает четыре. Интересно, это не пробовали. Aloe vera pure water. Вода, алоэ. И со вкусом манго возьму один. Попробуем. Памагранит. И с гранатом есть. Интересно, это карбонейтед. Ха. Газированный. Насмотрелась. Тележку потеряла. Окей, большой шаппинг не делай. Уже сама себе предупредила. Даже штраф сама себе написала. Большой шаппинг, легена, не делай. Завтра вернётесь. Потому что детей сказала, вместе пойдём завтра. Они и купаться хотели, и на шаппинг хотели. Сказала, выбирайте то или другое. Сказали, сегодня хотим купаться, завтра хотим шаппиться. Так что большой шаппинг не делаю, чтобы детей не пришли, приняли, прийти. Сосиски помнишь? Давным-давно очень любили сосиски. И жареные, и вареные. С кетчупом, без кетчупа. О, я мечтала прийти, фрукты, ягоды покупать. Цены такие хорошие. Можно сказать, прелестные. Нектарины 1.28 копеек. У нас меньше 2 или 3 долларов за паунд. Это 450 граммов, так скажем. Здесь коммунизм какой-то. Переезжаем, Мара. Манго возьму, но, кажется, не очень спелые. А мы здесь всего лишь на 3 дня. Или спелые, или не манго. Жаль. Арам, перед отъездом, может, придем сюда, пошапимся, потом пойдем домой. Так и сделаем. Нектарины возьму. Вот так. Там клубнику уже взяла. Давайте сразу возьму. Давайте, Эгина, давайте. Доллар 28. Где мы находимся? В Америке? Окей. Одну пачку возьму. Не очень удачные. О, позавчера Лусин вспомнила про Angel Cake, по-моему, да? Кабель, не помню, а? Angel Food Cake. Белый такой кекс. Любили дети. Ну, потом перестала покупать. Абрикосы не так уж отлично выглядят, между нами, говоря. Слива можно взять и арбуз, и дыню, и черешню. Все возьму. Думаю, этот магазин еще не знает, что сейчас 2022 год. Опоздали. Ну и хорошо. Не скажем им ничего. Это нехороший. Это с этого года. Возьму один. Если хороший, завтра тоже придем. Авокадо 98 копеек. Но не спелые. Запах не почувствовала. Но, думаю, это уже не важно. Черешня как выглядит? Черешня 4 доллара 98 копеек. У нас 12. В нашем разе 12 долларов. Идем сегодня, завтра, то есть, перед отъездом. Накупим все, что у них есть. Поедем домой. Откроем лапку перед домом и будем продавать. Как говорили наши прадеды, арбуза много не бывает. Может, возьмем большой купим. Вон там с грязью вижу. Поднимешь? Ну, натурально. На земле рос, значит. Осторожно, ангел мой. Положите. Как говорили прабабушки. Маленький арбуз не сравнится с большим арбузом. Обратно поставила. Виноград тоже хороший бывает такой. Но всегда проверяем на вкус. Ага, грязный виноград. Угощайтесь. Каково ваше мнение? Очень сладкий. Очень сладкий? И будем пробовать. Раз уж ставим. Чамич. Чамич. Чамич, да. Киш-миш. Изюм, говорит, такой сладкий. Наш любимый. Что это? А я это люблю очень. Зеленый гринградес. Знаю, что там может быть и стопроцентный фруктовый смуды. Ну, фрукты с сахаром бывают. С натуральным, с фруктозой. Это очень полезно для вас. Ох, как хорошо. Сейчас на фрукты посмотрела. Уже наелась. Сегодня я готова была половину жизни за фруктов отдать. Но не пришлось. Пришли, купили. Эти строберри лучше, чем те. Голубику возьмем. Мы вообще-то пришли за едой. О, но дети покупали кокос у нас. Два кокоса за 5 долларов. Здесь один кокос 5 долларов. Ммм, они начинают догадываться. Не ожидала, что такой кокос будет expensive, дорогой. Больше сюда не придем. Уже пришли. Ну, манго есть. Хорошо выглядит. Фрукты и зелень. Жизнь моя. А чем будем заправлять? Масло липовое есть. Заправку нужно придумать. Лимон возьму. Тамара лимон увидела. Это любимый спайс-лусин. На фруктах очень вкусно. Каим. Никак не сосредоточусь. Два взяла. Хотя и от сердца кровь капает. Манго. Сдалека хорошо видны. На вид. Они не спелые. Совсем перезревшие. Перезревшие. Один возьму. Ты тоже, да, взяла, манго? Яблоки не хотим. А бананы хочешь возьмем? Стесняются, наверное. Эти миниатюрные. Хороший колье получился бы. Да? Эти возьму и... Нормальные. Ну, немножко зрелые должны быть эти возьмы. Окей. Вопрос с бананами решен. Муж говорит, все, сегодня ничего не готов. Пусть фрукты кушают и все. Правильно говоришь. Там авокадо увидела. Может быть, спелый. Я там посмотрю. Спелого нету. Эти маленькие, но, кажется, два спелых. На утро, наверное, поспеют. Останусь с ягодами, с фруктами. Ну, с фруктами, не с ягодами. О, это маленький хилайм. Это должна купить, потому что хочу. Рецепт из календаря. Чизкейк из хилайм. Очень вкусный бывает обычно. Но это потом, арам. Напомню. Хочу дрессинг взять. Салат купила, чтобы сверху какой-то прекрасный вкус придать. Италийн дрессинг. Чесноком, базиликом и тому подобное. Пусть будет. Салат буду кушать сегодня. Нам еще на завтрак что-то нужно купить. Арам, а вода есть. Хочу вспомнить, чтобы потом не сказал, арам, ой, это забыли. А он скажет, ой, 24 часа открыто. Давай пойду куплю. Любит. Слишком много. Дети любят карамельный попкорн. Но это too much. О, там, кажется, как он продают. О, нет, подумала, что попкорн продают. О, целый отдельно отдел конфет. О, с детьми сюда пойдем, арам. Смотри, их мечта будет. Любимые наших детей. Ханнистикс. Палочки с медом. 15 копеек. Мы из... Где покупаем? 5 за 2 доллара, по-моему, из фермерского маркета. В общем, нам этот магазин очень понравился. Наверное, купим дом рядом с этим магазином. Это у нас нету. То есть, в нашем магазине здесь уже продают готовую свежую муку. И мука для wheat flour, пшеничная, цельнозерновая, pastry flour, для торта flour, то есть более такой легкий. Ну, spelt flour, полба из муки, полбы. Но мука из полбы, пржаная мука. А, смотрите. И, наверное, посветы. Интересно нам? Интересно. Oh, wheat flour with gluten. Если вы печете хлеб, если не ошибаюсь, не ошибаюсь, такое замешивают в обычную муку, маленькое количество, белковый состав повышается, и у вас более такой пышный получается. Если не ошибаюсь, в муке для хлеба, именно этот wheat flour, gluten продают. Сахар. Какой хотите. Такой или такой. Темный, не очень темный. Шоколады есть для выпекания или для чего хотите. Все есть. Хороший, добрый магазин. И что сделаю? Пачку обратно поставлю. Сериал. Кукурузные хлопья. Сразу можно так и взять. Ну, надеюсь, то, что не в пачке, более такой может быть и лучше будет поколить по качеству. Дети очень любила с изюмом. Но дети это любят. Ох, чтобы молоко не забыть, ара. Гранолу можно взять на завтрак. Это на завтрак возьму. Думала, пинкеки сделаю, но уже пинкек не сделаю. Это с миндальным молоком. Так плохо, что такое большое разнообразие. Не знаю, что выбрать. Здесь есть с ванильным вкусом гранола, с фруктами и с орехами. Наверное, клюква, черешня или что. Это с клубникой и дарк чоколад. Берри органик. Наверное, немножко возьму. Возьмем, потом уже поделимся впечатлением. Так, что за фрукты? О, клубника. Темный шоколад и овсянка, думаю. На всякий случай маленькое количество беру, чтобы если не понравилось, не плакали. Это так. Мам, ты что-то хочешь из гранолы? Как любит. Что это за конфеты здесь? Окей, за конфетами, да, с детьми идем. Ну, а, Генера, раз уж пришли, купите что-нибудь. Десять капельник за конфету. Все десять. Нет, это не десять. Эти, знаете, какие, как не резиновые, а такие жуютельные. Сколько эти? О, то же самое. Просто возьму, чтобы попробовали. О, это, наверное, вкусный будет. Watermelon. Арбуз. Окей, все. Обещаю. Сухофрукты по-мексикански. Chili mango slices. Обычно такие кисло-острые, перцовые, соленые бывают. Но дети не предпочитают такие. Банановые чипсы тоже не кушают. А мне нравятся банановые. А это vegetable chips. Это вообще терпеть не могут наши дети. Скокла, зукини, не знаю, фасоль-масоль. В следующий раз. Эти чипсы, они на месте делают. Может, возьмем маленький такой. Придется сальса тоже взять. Чипсы только сальса. Жизнь еще более сладкой становится. Уже не смотрю, я веду. Я ведущая. А там продают готовую еду. Мясо, курятину. Большое разнообразие кофе. Что хотите? Зерна. Наверное, кофе тоже купим перед объездом. Целая стена там, еще здесь. С разными вкусами, привкусами. Попробуем, но не все. Хумус возьму. И сальса. Ресторан стайл, наверное, с большими кусочками. Но мы хотим с маленькими. Это тоже вкусное бывает. Грин салса, зеленый салса. Но дети не любят. Вкусно-сал. Это мексиканский сыр. Муж очень любит. Ни жирный, ни соленый. Даже такая маленькая сладость есть. Такой нежный сыр. Не мешает. Арам, хлеб забыла. Вообще-то не успела. Но и забыла тесто с собой взять. Здесь могла бы испечь. Какой нам взять, значит? Лепешки, наверное, нужно взять какие-то. У этой женщины материалы в моем платье. Арам, снимай. Индийские лепешки. Если разогреть на газе, приятные будут. Раз уж в холодильнике хранят, значит они не такие уж. С консервантами. Хочу остаться в этом магазине. Шучу. Райс-кракерс ее все любят. Но думаю, кракерс уже взяли. Пустят сессами. Не знаю, сессами любят или нет. Окей, не берем. Там пиццу, хот-доги продают. Можете взять, в духовку положить. Съесть. Готовые сандвичи есть. Никогда не покупали. Так хоро... О, Арам, этот хлеб дети любят. Знаете, в ресторане есть чизкейк-факторы. Дальше был хороший, потом в последний раз, когда поехали, очень неудачный. Там хлеб подают, когда... Ну, приходите за как... Перед тем, чем заказать. Подают этот хлеб разогретый. И мы это кушаем с соленым маслом. Соленое масло у меня есть. Можете взять, Арам. Чизкейк-факторы? Ахом. Наверное, в духовку положу. Хорошенько разогрею. И попробуем. Не умеете мариновать мясо для шашлыка? Покупайте уже готовый маринованный шашлык. Не советую. Чипсы есть. Газированная вода или сок должно быть. Это клубничный. Не пробовали, честно говоря. И манго. И то, и другое. Возьмем, попробуем. Это не магазин, это склад какой-то. Все есть. Действительно, похоже на куску, но маленькие размеры. Наши дети не перетерпят этот магазин. Ну, они быстро устают, имею в виду. Соки не хотим. Ищу миндальное молоко. И, по-моему, все. Взяла овсяное. Тоже любят. Тома овсяное лучше. Не знаю. Но это не молоко. Напиток. Кажется, все. А рамку там, наверное, не надо нам пойти. В эту сторону. Пиво хотите? Угости. Чипсы есть. Сарса есть. Пиво должно быть. Трубочки, чтобы сок пили. Завтра вернемся. Там что-то увидела. Нужно, но не сейчас. Это профайл мужа. Он выбирает. Я в этом деле только пью. Написано. Сенсибел коршинс. Сенсибел коршинс. Разумные порции для чипса. Хорошо, что они видят наш Лэйз. Это магазин воспоминаний. Арнак. Маленький был. Очень любил эти. Наверное, купим. Ради Арнака кто-то съест. И ему пиктер пошлем. Говорю, Арнак-чан, ты с нами не едешь пирожки. Вряд ли буду готовить. Говорит, а вам какая разница? Вы ешьте, готовьте. Только в Инстаграм не выкладывай. Здесь, знаете, что дефицит от мамы узнала? Она все новости смотрит и передает нам, что творится в Америке. Говорит, у вас baby formula, то есть форм для детей, для малышей дефицит. И здесь написано, только три дают на кастомер. Интересно, почему? Чтоб дети не ели и не взрослели? Не знаю. Оказывается, должна была написать код на продуктах. То, что покупала в пакетах. В следующий раз буду знать. Но нашла. Посмотрите, там такой красивый, симпатичный работник у них. Можете побыстрее, пожалуйста, я спешу. Гор с чести. Говорит, это плохая работа. Они будут здесь больше работать. Давай, все. Из-за этого я больше сюда не прихожу на шопинг. Говорю, что-что. Угадай, мы сколько заплатили дорогой? Столько всего накупили. Подождите, сама забыла. Ну, приблизительно. 166 долларов 57 копеек. Говорит, окей, хорошо, приду. Нет, так не сказал. Говорю, любишь кататься, любишь саночки возить. Нужно же самому помогать. Работница видит, как трудится. Говорит, хотите, мы вас здесь, работники, возьмем. Потом шучу. Но возьмут. Если бы он работал в этой сфере, он бы был гигантом. Что, Алан-Чан? Ты молодец. Горжусь. Это я его хвалю. Я помню делать. Видите, какой грязный. Настоящий. Как хорошо ты постарался. Молодец. Хочешь, позволю, поиграешь в игрушку? Хочешь? Очень хочу. Очень хочу. Все равно не победишь. Пошли. Как-то не серьезно смотрит. Человек хочет играть. Ты ведь знаешь, они всегда побеждают. Это как в Лас-Вегасе. Говорят, хаос всегда wins. Хозяева всегда побеждают. Зачем играть в Лас-Вегасе, зная, что они все равно, в конце дня все равно вы проигрываете. Конец связи, вы должны помочь. Не надо помочь. Окей, конец связи не будет. Молодец вам. Профессионал. Идите. Значит, больше в этот магазин. Вы не придете больше в этот магазин? Интервью беру. Отказывается. Отказывается от интервью. Но ничего. Главное, пока улыбается. Сейчас камеру выключу. Будет меня бить. Прямо в этой белой, белоснежной одеянии Арам. Ангел, ты мой. Точно бить будет. Арам, ничего холодного не купили, чай? Ну это я что снимала? Кого это я там снимала? Нет. Мы пойдем купим. Видите, как любит. Не хочет, чтобы я задыхалась от жажды. Но ветерок есть. Не так уж сильно жарко. Не так уж сильно жарко. Я думаю, что мы вас поняли. Сама открою дверь. Так и быть. Ох. Неплохо пошапились. Честно говоря. Пойдем. Дети ждут. Фрукты, овощи. Кругу не могу достать. Вот теперь в путь. Пять минут показывает. Я говорила, семь минут. Заранее извиняюсь. Не заранее. Извиняюсь. То есть заранее неправильную информацию. Не семь, а пять минут. Все. Доезжаем. Моем. Моем. Режем. Дегустируем. Кормимся. Дети, наверное, еще в бассейне. Но за три дня они наплаваются. И больше не захотят в бассейн. Так что, если спрашиваете, почему не строите бассейн, и почему у вас нету бассейна, вот потому что. Редактор субтитров А.Семкин